народ всем привет у меня снова крафтер я им занимаюсь сегодня с тормозным суппортом хотел заменить датчик износа колодок и еще по ходу попутно я заметил что что у него суппорт немного подклиненный и сам суппорт вот это вот часть суппорта она стоит вот так вот на перекос и внутренняя колодка уже совсем нафиг стерлась внешняя колодка еще хорошо ровненько а внутренние вообще короче вот так на бок на перекос стертая сейчас нужно эту тему устранить попробую это все исправить и сделать в рабочее состояние и так ребятки спринтер крафтер одно и то же просто хотел поменять датчик износа колодок и заметил что у меня вот внутренняя колодка вот она внутренняя колодка вот она короче стерта на перекос по диагонали и заметил также что сам суппорт по отношению к скобе стоит вот так вот не ровно а вот так тоже на перекос по диагонали то есть вот этот вот шток уже вообще задвинутый вот сжатый до конца здесь а этот шток палец держатель он длинный вот такое расстояние отсюда и происходит вот такое у него вот диагональное смещение перекос надо это все исправить это не дело нужно чтобы тормоза были в полном порядке так что проблема вот в этих вот пальцах в этом пальце скорее всего заржавел заклинил подклинил и он не плавать не работает а этот палец еще был подвижный поэтому эту сторону больше задавила эту сторону меньше дает отсюда износ колодки в общем сейчас я того тницу сорвал здесь ключик на 11 вот его ослабил чтобы когда разжимать цилиндры чтобы не потеть и не рвать себе жилы со спиной так легче будет сорвать в толотницу чтобы жидкость тормозная уходила в бутылку и так легче отодвинуть сжать вот поршеньки поршеньки сейчас я уже сжал железной такой тонкой плоской отверткой то есть сначала вот сюда вот под туда вот подтекиваешь и потихоньку вот так отжимаешь когда больше места становится то уже можно вот здесь между поршеньком и колодкой залезть задавить поршеньки в цилиндры этот и этот два поршня задавили толотница ослабленная и тормозная жидкость сюда уходит бутылку и поршеньки более свободно начинает отодвигаться сейчас мне нужно открутить вот эти пальцы этот палец и этот палец и снять суп так сейчас здесь надо открутить болты крепящие эти пальцы здесь вот такой вот шестигранник вот такие вот здесь у капец сюда давно никто не возил смазка была но она уже вся забыбела законсервировалась и здесь тоже этот болт открут и этот болт и открутил уже тоже тоже уже давно здесь никто не был сейчас надо скинуть суппорт опа вот такая байда ох ты блин ничего себе здесь какие так суппорт тяжелых главное шланги не поторвать у них приноси там ржавчины капитально охренеть надо оттуда все это сейчас чистить выдолбить весь этот страшный гемор капитально суппорт надо вообще-то подвязать так он на шланге не должен висеть в избежание чтобы шланг не порвался и так чё видим он да эта колодка тоже была новая стала короче вот такая на перекос это вообще катастрофа ох ты ничего себе вот это на мощная тема не долгие жить осталось как вам красота капитальная красота и это тоже вот это вообще абсолютно целая это стиралась рабочую я не понял кто так их же меняли неужели не видно было что суппорт так работает короче говоря на похер просто воткнули и плевать на все с большой колокольник чё там как там короче за главное произвели замена колоды вот она целая абсолютно новая была видно да это вот вот эта часть абсолютно целая новая а это вот стертая то есть эту проблему изначально не устранили вытащили старые колодки новую воткнули и по хер мороз охренеть ёмана вот это на это дело не пойдет надо сделать все по-человечье ну что ж будем сейчас этим и заниматься сейчас вот эти вытащу все выбью и ох тут блин пыльник порваны не живой пыльник и короче буду все чистить смазывать чтобы суппорт плавал здесь если он не будет плавать здесь то он таки так и будет на перекос работать так короче ребята вот горелка иначе никак здесь греем аккуратненько так чтобы пыльник не сжечь нагреваем это ухо и после только можно этот палец выбить потому как он тут прержавел мертво сидит если долбить просто так то сломаешь ухо поэтому так надо нагреть и только таким образом палец идет так ребята сейчас надо зачистить вот короче такая наждачка скрутил его так раз 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 трубочку и так сейчас оттуда весь этот ржавый геморрой нужно сошкурить почистить первое ухо и второе ухо так зачистить так чистить короче ну по-любому лучше вот парни смотрите вон зашлифовал первый палец второй палец и теперь смотрите как заходит а о сказка песня а как вам вот люфта нету а вот так вот теперь он бегает плавать так он и должен здесь ходить и здесь тоже самое о ой как великолепно а ой отлично так вот другой палец о вот так и должен быть ой прекрасно чудно короче говоря здесь вот есть вот здесь вот есть такая вот выемка вот она внутренняя канал очка видите вот раз и вот два сейчас я сюда вот такие вот резиночки колечки одену до вставлю они туда вставляются по диаметру довольно хорошо а здесь на пальце немножечко чуть-чуть вот так вот в натяг так преднатяг такой будет легенький это для того чтобы туда ну вода влага это внутренняя часть суппорта не попадала пока временное решение это будет вот так выглядеть потому как здесь вот этот пыльник вот видите вот это вот должна резинка вот эта кромочка вот туда заправляться вот туда заправляться ну так как она порванная здесь порванная здесь порванная здесь она туда в эту в канавочку не встанет такой резинки у меня данным в данное время нету прям вот 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 я сначала поставлю вот эти резинки вот сюда в канавку вот так все они уже будут предохранять палец от влаги от проникновения влаги и сверху вот этот пыльник вот так будет короче такая вот система ниппель ну временно короче а там дальше больше шире глубже если уже начну там дальше заниматься проточить диск поменяйте вот эти вот кит комплект пыльников уплотнительных сальников на поршеньке цилиндра то естественно и здесь эти резиночки тоже потом в будущем поменяю а так как пока будет временное явление все лучше чем будет без защитных средств от проникновения там пыли влаги и тому подобное пальчики промазал опять такой же смазочкой как обычно много не надо так слегка тут промазать и будет этого вполне достаточно все устанавливаю вот это вот кольцо короче вот так раз поставил туда и второй тоже ну опять повторяю тут их не должно стоять но как временное решение проблему решить того что порванные пыльники пусть будет так стоять вот и пальцы засовываем вот так раз оп все палец засунули вот так все отлично и второй тоже палец также все вот великолепно ходит вот так отлично причем ребята вот так вот собрал главное теперь пальцы у меня плавают подвижные но колодок у меня сейчас нету и возможности купить их тоже нету вот сейчас в данное время пришлось только так же все старое и воткнуть ну а завтра с утречка поеду куплю колодки и все перекину вот это старое фуфло выкину и новые колодки поставлю главное что я сегодня успел сделать это то что восстановил работоспособность пальцев вот верхнего нижнего теперь суппорт у меня переклинивать из-за этого не будет и будет плавненько двигаться в своих плоскостях параллельно параллельно в своих плоскостях надо отодвинуть цилиндрики вот они цилиндрики отходят вон как все криво в кривь и в кости но ничего не сделаешь короче говоря только так видите да вот сейчас пальцы пальцы работают параллельно друг другу в своих плоскостях и вот здесь сейчас образовался вот такой вот зазор вот он цилиндр то есть ровно ровно вот так вертикально давит они уже не по диагонали вместе с всем суппортом суппорт по горизонтали идеально ровно сейчас ходит цилиндры по вертикали идеально ровно выдавливается поэтому сейчас вот такой вот здесь вот щель зазор получилось ну ладно до вечера до сегодня доехать до дома мне хватит и завтра дома газа доехать тоже хватит завтра уже доделываю все основательно до конца это не жидкость тормозная это я просто сейчас оттянул пыльник манжету и туда масло маслом смазал чтобы ржавчина внутри не корродировала дальше а ну и да собственно с чего я и начинал сейчас вот и этим и закончу поставлю датчик датчик износа тормозов воткну здесь концевик немного не такой как должен быть здесь стоять но тем не менее он не замкнутый будет работать а на новых колодках просто там дырку просверлю и вот этот вот концевичок колодку воткну вот собственно и все сейчас втыкаю этот датчик и прикручиваю ну что втыкаю датчик здесь он просто и четко садится и четко садится все тут защелкнулся ну а здесь вот на такой болт вот и все вот и все вот и все так ладно завтра заменю заменю завтра колодки и с тормозами будет полный порядок все полез за одним сделал другое теперь у меня пальчики будут плавать и суппорт будет ходить ровненько и четко да и кстати конечно тормоза будут намного отзывчивее потому что у тебя будет подвижный суппорт ну вот пацаны такой видос получился такой ремонт хотел сделать одно а сделал совершенно другое так что профилактика не повредит вашим вашему автомобилю и агрегатам на этом все ребята кому видос понравился ставьте свои лайкосы пишите там комментарии будет интересно почитать не ломайтесь а если сломаетесь то чинитесь грамотно пока